Всем привет! И добро пожаловать на мой канал! Как у вас дела? Меня зовут Оля, я фотограф, и я начинаю свой влог с субботы, получается. Желаю вам хорошего просмотра, и до новых встреч! Увидимся дальше! Как обычно, ничего не меняется, я поехала на свою любимую работку. Опять я поехала в Local Yokel, я сейчас покажу. Я там снимаю сейчас на данный момент девичник, я уже в центре подъехала. На самом деле, очень-очень люблю это место, и стараюсь максимально там часто бывать. У меня было два дня назад, я случайно сорвалась, и это уже продолжается второй день, но я стараюсь сейчас побольше отзаниматься спортом. Вот, так что я надеюсь, все будет окей, и вот этот небольшой срыв особо не повлияет. Но тренировки я не пропускаю, все хорошо, все по плану. Я даже больше скажу, что я справляюсь намного быстрее, чем я себе задумала. Я задумала себе 15 тренировок, а по сути я уже на 12 тренировке. Будет у меня 12 тренировка, поэтому, да, я уже справляюсь. У меня еще есть целых две недели, чтобы сделать три тренировки. Как у вас много, привет, привет! Мы еще ждем, но, может, это более не меняется. А, да, да. Я? Да. Да, я не меняюсь. И мы с тобой и сестры, и братьев, и братьев. Да, мы не я. А что было? Что, сегодня была на днюхи в сих пор? А на чей? На моей. На твоей? Так, у меня день рождения, поэтому... Нет, но она была неделю назад, но я отмечаю ее сегодня. Нет, поэтому позвала всех подругов. Ааа, я думала, что у вас там решила. Ну, поэтому... Нет, ну, пожалуйста, я отмечаю тебя в этом. Впрочем, мы с Юланой знакомы лет... Девять? Нет, не девять, восемь, наверное, точно. С 2011, наверное. Восемь лет мы уже знакомы, восемь лет мы уже снимаемся. Очень рада, что я познакомилась с этой прекрасной девушкой. Спасибо. У нее уже двое прекрасных детей. А у меня еще пока что классно. У нас все прекрасно, да? Все прекрасно. И без детей тоже. В общем, все, мы снимались очень круто. Безумно жарко в толстовке. Я прям вообще... Красота. В общем, вот у нас целая там команда. Этот человечек еще был недавно в Италии. Очень круто так было. Это вообще моя любовь, проехаться по всей Италии. Хочу, не могу побывать еще раз в Риме. Я была, наверное, в Риме... Двенадцатый, наверное, это год был. В общем, я надеюсь, что скоро-скоро моя... Главное, загадывать желание, непонятно, исполнять. Да. У меня тоже видно. Так, ну что, я закончила. Я выезжаю на следующую съемку. Она у меня состоится буквально через 15 минут. И мне ехать минутки три, наверное. Наверное, я в центре, поэтому все тут близко. Я очень рада, что я встретилась с Юланой. Она просто замечательная. Такой позитивный человечек. Мы с ней очень-очень много работаем. Постоянно какие-то съемки, какие-то движухи. В общем, я очень рада. Она еще по образованию косметолог. И она мне постоянно делает чисто. Очень рада, что я с ней познакомилась. Моя мама ее обожает. Такая хорошая девочка. Я сейчас буду снимать на улице. Погода просто замечательная. Я буду снимать на улице. Я сейчас снимаю беременную съемку на улице. Плюс 5 градусов. Сухо. Есть такое небольшое солнышко, поэтому сильно слепить не будет. Но при этом облачно, в общем. Я супер довольна. Потом я встречаюсь с Дашей. В туалет вообще с ней не виделось. Тоже покажу, как мы с ней сидим, болтаем. Так, собственно, и не прошло трех минут. Я уже приехала к самому главному нашему зданию в Тюмени. Сейчас покажу его. Ну все. Мне осталось ждать буквально 7 минут. И я уже буду следующую съемку снимать. Ой, мои красавчики. Помахайте. Какие такие сладкие. Ну что, ребятки, вам понравилось? Очень. Очень. Спасибо. Быстро. Все нежно быстро. Очень качественно, весело, позитивно. Все было хорошо. Солнышко прям, как видишь, как мы закончили без солнышка. Хорошо. В общем, спасибо огромное ребятам за доверие, за то, что пришли. Да. Вот у нас пузатик такой классный. В общем, и я погнула дальше к подружке гулять. Все, пока. Все. Так, номер телефона, дай тебе сказать. Идет крошка. Потеряла меня? И... Показываю, как красиво. Только они уже все косячины из-за переезда. У меня очень красиво. У меня, я вся. Видишь, какая сегодня красная и это... Прекрасная. Красная, ага. Все, погнали. Это Леша пишет. Сам пузырь. Все, мы закончили съемку. Все супер прошло. Я немножко... У меня все во рту высохло, в общем, как обычно. У меня вообще вчера такой сушняк ночью был. Я два литра воды, прикинь, выпила за ночь. Вообще прям... Нет. Сейчас, подожди. Что ты поела соленого такого? Я не знаю. А, ну я же у меня два дня чуть мило было. Плохих дня, когда не нужно было ничего есть. Ну, все открыто. Все. Все. Идь, давай. Давай, давай, давай. На связи. Всем привет. Фу года вообще ништяк. О, ты уже переезжаешь прям? Конечно. Ты что, у меня все там, все в коробках. И, в общем, мы сели, попили кофе. А сколько? В 9 утра? В 9 утра. Да, сегодня в 9 утра. В субботу. В 9 утра мы попили кофе. Она пошла на прическу, у нее там был заказ. Я пошла домой. Пришла домой, думаю, наверное, я посплю. Я залипла в приложении. В итоге просидела, короче, такая, смотрю время, час. Ну ладно, буду собираться. Я видела, как ты меня... Ну что ты там, на съемке уже? Я полно засыпаю, да. Я думаю, ладно, буду собираться. Все, собралась, вышла. Там, маме позвонилась, мама проботала и все. Все. И не поспала. Понятно. Вечером ее в гости. Я точу сегодня делаю. Я, короче, встала. Прикинь, у меня всю ночь было жарко. Мне всю ночь хотелось пить. Я не знаю, откуда это... А что открыло бы окно? Так все открыто. Все открыто было. Все надо одеяло менять. Да, надо одеяло более... Ну, я уже все собрала. Все уже в коробках. Все уже, я думаю, в течение недели мы переедем. Я очень надеюсь на это. Потому что я уже не могу... Когда-то уже как бы уже год-год-год. И все уже... Тут все уже не мило, надо уже другое место. Да, 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 уже все. Приехали буквально 2 минуты и все, и мы на месте. Вот такая тюрьмень компактная. Да. О, супер. И все для нас. Просто все для нас. Козырное место на парковке. Все. Сейчас будем есть. Ну ладно, что-то прям есть. А они работают с 10. А вы хотели тут поесть, что ли? Или ты стесняешься? Ой. Сто лет не виделись. Не говори вообще. Сколько лет дружим? Последние года вообще что-то это. У меня семья. У тебя дела. Ты еще переезд? Уже закрою. А что там? Где-то уфакалась. Ой, я... Ну вот как жить, поесть. Вот как жить. С высокой подругой. Дальше, смотри, практически ты вообще... Вышли. Практически метра семьдесят. Я шестьдесят семь. Ну вот, видишь, почти угадала. Ой. Нет. Это же киски. 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 У тебя волосы, видимо, это... Начали расти. Видишь, коротенькие. Ну все. Мы меняем локацию. Мы решили куда-нибудь в другой... О! И... Может, в Икею зайдем? Да? В Икею, может, зайдем? Какую-то... Вот это... Нет, но... У меня-то сейчас вот амания на всякое-всякое... Ворохло. А в Москве, да, выпало снег. Я поэтому жду шестого отеля, чтобы поехать. Мне кажется, тепло у нас. Семь градусов на улице. Как раз. Да и вот там особо не... А ты меня вот в пиверану, что они там построили? Какую? Проботой, вот, в личном здании. А-а-а. Прикольненько. Прикольненько, ага. Вот. Наслаждаемся погодкой. Погулять. 23 сегодня. 23 марта, ага. Проходите. Спасибо. Что-то нам нельзя. Сырненьки есть? Есть. Можно сырненьки, пожалуйста? Хорошо. Кофе какой для вас делать? Я не пью, спасибо. Чай, может быть, тогда? Да, выпиваю. Я не знаю. Мы хотели добавить еще морс. У нас есть пол. Может быть, у вас есть ровный мишень? Какой сыр? Если они не важно, выгляжут. Сырник. Мы, знаешь, где, короче, возле Челюскинцев. Оркоса. А, Диминстант, нам туда. Конечно, переходи к универсалу, я там на монеточке выйду. Да, 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 да. Давай. Ну все, мы прощаемся. Нееет, нет, нет, нет. Давай завтра встретимся. Давай, созвонимся. Поверь, я тебе напишу. Ну, я, конечно, не буду тебя мучать в 10 утра. Ну, давай где-то после 12. Да, я завтра тоже хочу отбаляться. Поспать, поспать, да. И мы все. Отлежаться. Все. Ладно, поехали. Отвезу тебя и дальше поеду куда-нибудь. Еще. Вообще, я не думала, что я сегодня буду записывать влог, но у меня сегодня столько встреч, столько интересных событий произошло, что я решила все-таки записать. Время уже 6.10 и до сих пор уже светло. И я так рада, что темнеет намного позже. В общем, я сейчас поеду к родителям на квартиру и потом в сторону дома поеду, чтобы потом потихонечку начать сесть, обрабатывать фотографии. Новый день у нас сегодня. Мы приехали завтракать в 12 часов дня. 12.01. Я, конечно, я всегда так делаю. А то уже взгляд спалилось в конце все равно. Вот ты, ака, заст. Остренила меня. Суперсекс. Ахилем. Мы пересели. Жарко. Ну все, мы позавтракали. Хорошо. А так сразу, мне позвонила мама и сказала, что мне нужно ехать на дом, работать там немножечко, поработать. Мы поехали. Фикс прайс. За швабры. Да. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. Капец, 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 капец. Что-то сняли асфальт и ничего не сделали. Ага, и погодка такая. Так, у нас тут... Так и шепчет. У нас тут какой-то умник тоже перестраивается. Что-то номер знакомый какой-то. Вот, ну, короче, поехали в Фикс прайс. Я поеду сейчас на дом помогать родителям. Дашка поедет... Пойдет. Да, по своим делам. И все, мы сейчас расходимся. Как и вчера расходились. Так сегодня разойдемся. Мы каждый день расходимся. Да, ну, у нас сегодня рекорд... У нас сегодня... У нас сегодня рекорд, и мы два дня подряд встретились. Когда это... Можно сказать, мы провели выходные вместе. Да. Это практически вместе. Ай, сейчас, опять, блин. Кочки. Не, на самом деле, у нас в Тюмени очень хорошие дороги. Вот, очень хорошие. По сравнению там с каким-нибудь Единбургом. Что есть, то есть, да. Нормально, давай. Ну, пока, мы сомневаемся. Давай, не делай все дела. Я купила абсолютно практически все, кроме швабры, чтобы помыть и убраться. А сейчас поеду домой, возьму швабры и ведро, и буду все мыть, и, наверное, в любом случае засниму этот процесс. Хочу показать, что такое весна у нас в Тюмени. Это вот я приехала на дом. Еле как еле как приехала, потому что вот тут вот все-все в луже. Кто придумал эти наклейки? Непонятно. Какая у нас лужа? Озер. Озер. Братишка. Все, мы были сейчас только что на доме. И поработали очень хорошо. Даже еще время 5 часов, еще не темно. Да? Ну все, я приехала домой сегодня. Супер какой-то насыщенный день. Я встала, и до сих пор вот я практически не садилась. Время уже 6 часов, и я такая довольна, когда происходят такие активные дни. И официально мы съезжаем с этой квартиры. Осталось нам где-то жить 3-4 дня. Сегодня воскресенье. Я думаю, в среду мы будем перевозить вещи. Так что я безумно-безумно рада. Я только что была на доме. В общем, и сейчас позади меня вот они коробки стоят. Я буду их собирать, складывать, потому что надо переезжать. Вся квартира вообще в таком хаосе. И сейчас я вам ее покажу, как она сейчас выглядит. На креслах, в котором я только что сидела, вот коробки. Вот тут часть собрана. Вот в основная часть у нас вот тут. Вот вообще такой хаос-хаос. Это на самом деле новые вещи из икеи, которые уже стоят пару месяцев. И я все никак не могу их разложить. Знаете почему? Потому что я решила, что в новую квартиру, куда мы переезжаем, я буду использовать эти новые вещи там. Потому что в этой квартире мне совершенно не хочется ничего нового. Я, наоборот, тут большую часть вещей, кастрюль, сковородок я оставляю, потому что у нас уже все куплено абсолютно новое. Продолжим. Тоже вот тут вот куча-куча коробок со всякими маслами, кремами и так далее. С этой стороны у нас тоже коробки, немножечко белья и вот еще тут косметика, какие-то штуки. В общем, квартира немножко в таком хаосе. Собственно, вот так вот выглядит наша квартира. Сейчас меня ждут коробочки и я буду записывать быструю съемку. И вы посмотрите, как я их собираю. Доброе утро! Сегодня уже третий день, когда я снимаю. Сейчас только что я купила билеты в Москву. Я безумно счастлива на 6-7 апреля. Я очень рада. Я три месяца не была в Москве. Я очень жалею, что раньше не поехала. На самом деле я не люблю вот этот период, когда после зимы уже как бы новогодние праздники закончились. И еще снег. Люди не очень любят в это время фотографироваться, как правило. Так что я подождала. И теперь я с новыми силами начинаю свой трип. Москва-Сент-Петербург, Москва-Сент-Петербург и так далее. В общем, я рада. Сейчас я поехала на съемку. Также у нас скоро состоится наш переезд. Вот буквально три дня, и все, и мы съезжаем. Надеюсь, что у нас все получится по плану. В общем, я сейчас еду на новую съемочку. Обязательно сейчас покажу мою модель, которая просто потрясающе красивая, невероятная. В общем, поехали. Погодка просто-просто шикарная. Я еду. У меня еще есть 40 минут до съемки. Я настолько пунктуальный человек, что я выезжаю за час, за полтора часа. Я могу просто там посидеть, потусоваться на месте, позавтракать, покушать или еще что-нибудь. В общем, я рада, что наконец-то у меня появляется какое-то вдохновение. И на самом деле у меня на какой-то определенный срок оно падало. Но ничего страшного. Сейчас весна. Я немножко себя разбаловала в плане еды. Поэтому сейчас, после съемки, я поеду в сторону спортзала. И постараюсь, не обещаю, но постараюсь сделать двойную тренировку. Я рада, что я купила билеты в Москву, потому что, ну, прям у меня такая душина там. Она такая масштабная, такая величественная, красная. В общем, я рада, что я снова возвращаюсь. Я помню, когда я начала в семнадцатом году кататься Москва-Питер, Москва-Питер каждые две недели. И, соответственно, я из этих двух недель постоянно себя держала в контроле, не ела ничего, чтобы у меня в поездке ничего не болело, как правило. Никогда ничего не болит. В общем, хотя у меня такой организм очень странный. В общем, еще хотела сказать, что тогда, когда я покаталась 3-4-6 месяцев примерно, каждые две недели, я сходнула килограмм на 5 просто так, из-за того, что я ограничивала в первую очередь в еде. Очень-очень много ходила. Ходила я где-то по 20-25 тысяч шагов в день. То есть это примерно где-то 15 километров в день. В общем, я очень рада, на самом деле, что я возвращаюсь в эту колею. И специально я сделала ценник меньше, чтобы ко мне народ шло больше из-за того, что цена плюс-минус снижена. В общем, я рада, на самом деле. Все, у меня рука устала. Чуть-чуть позже подключусь к вам. Так, ну, свет у нас, конечно, поменялся, не очень красивый стал. Я так жду очень начала моей поездки, потому что я хочу заснять влог. Я очень рада, что я начала влоги снимать. И я думаю, для меня это вообще не составит никакой проблемы. Показать два сумасшедших просто дня в столице, а потом в Питере. В общем, я безумно рада. Спустя примерно два месяца после того, как я начала снимать, я лучше стала говорить. Мне больше нравится. Я начала получать от этого больше кайф о том, что я могу сформулировать мысли намного лучше, короче по времени именно. Ну, и, конечно, я же затупила на этом моменте. Ладно, а сейчас я подъеду. У меня еще остается 30 минут до съемки. В Тюмени пробок нету. В Москве, кстати, передвигаюсь в основном на метро. И я знаю конкретно, высчитываю время на дорогу. Сколько это примерно. В общем, я все-все-все обязательно расскажу. Поднималась сейчас наш шестой этаж. Я думаю, студия всегда находится вот в каких-то вот таких местах. Очень-очень странных, длинных. В общем, это наш местный дом печати. Так что огромный-огромный длинный коридор. Привет, моя крышка. Привет. Привет, как тебе дела? Хорошо. Все, ты нашла нормально? Да. Запыхалась, да? Я тут уже была, да. Я пока парковку нашла, вот эта самая сложная была. Благодарю. Вот моя прекрасная модель сегодня. Долгожданная съемка. Да, мы вообще не могли никак, наверное, встретиться. Два года? Гол? Нет, даже больше. Даже больше рублей, наверное. В общем, сейчас мы начнем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот такая у меня сегодня супер красоточка. Прямо я еще счастлива. У меня самые-самые лучшие модели просто. Ну все, мы поснимались, очень здорово, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо большое за долгожданную съемку, за очень классный процесс, за профессионализм в своей работе. Спасибо большое, ты такая лапушка, я вообще рада, что мы встретились. Я на самом деле Мадлен, я не могу забрать это, Мадлен, самый любимый мой типаж, именно бланинка с голубыми глазами. Я не знаю почему, я наблюдаю, наверное, за тобой с 2013 или 2014, не знаю, не помню. В общем, долго-долго я все никак не могла написать, сначала стеснялась, думала, кто я такая, почему она должна у меня фотографироваться. В общем, как обычно мои какие-то загоны, в общем, спасибо еще раз тебе. Спасибо тебе за твою душу, фотографию, которую ты вкладываешь. Я не могу, спасибо, крошка. Спасибо большое. Можно мой жакет? Точно, благодарю. Пока. Все, взаимно. Ну все, мы закончили, я безумно рада вообще, я такая счастливая, что мы наконец-то, наконец-то собрались, потому что Мадлен просто идеальная, красивая, невероятная. Спасибо тебе.